Кому счастье, а кому ненастье Улики 31 января 4 Кому счастье, а кому ненастье Как известно, пожелания счастья Как правило, обязательно присутствуют в тех напутствиях Которые делают друг друга и простые люди И государственные деятели в связи с днями рождения, юбилеями, праздниками и тому подобное Так, В.В. Путин свое поздравление гражданам страны В связи с наступающим год назад новым 2018 годом закончил словами Будьте счастливы Не обошел стороной эту традицию президент и в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года Призвавший пожелать счастья всем, кто рядом В последнем случае мне, например, показалось, что подобное пожелание практически всем на этот раз Было не просто дежурным словом, а чем-то более значимым И вот почему Начну издалека В апреле 2016 года спикер Совета Федерации РФ В. Матвиенко побывала с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах В ходе двухдневного визита она подробно ознакомилась с социально-экономическими достижениями этой страны Особенно поразило ее наличие в структуре Совета Министров ОАЭ такого необычного органа, как Министерство Счастье Тем более, что и среди общественности определенный интерес к этому показателю растет Вот, например, корреспондент интернет-издания газета.руру Стем Фалихов, задавая 20 декабря на пресс-конференции вопрос В. Путину, призвал произвести настройку официальных статистических данных Поскольку майские указы могут быть выполнены, а индекс счастья покажет ноль Однако прежде чем говорить о счастье вообще и его показателях в частности, на наш взгляд, есть смысл прежде всего прийти к общему мнению о сути этой категории Например, наш видный словесник С. Ожегов определяет счастье как чувство и состояние полного, высшего удовлетворения, успех, удачу Другой великий толкователь русского языка В. Даль дает более емкую характеристику этого понятия Счастье это, рок, судьба, участь, доля, случайность, желанная неожиданность, талант, удача, успех, благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь без горя, смут, тревоги, покой и довольствие Вообще все желанное, все то, что покоит человека по убеждениям, вкусам и привычкам его Таким образом, по мнению авторитетных экспертов Счастье это степень высшего удовлетворения, являющегося, с одной стороны, следствием удачи, рока, судьбы, а с другой стороны, результат успеха, таланта, деяния в насущной жизни В счастливом положении может пребывать как отдельная личность, так и коллектив, социальная группа, общество, государство Словом, счастье категория многовекторная, комплексная, зависимая как от деяний, устремлений, цели, силы воли участника этого процесса, так и субъективных и объективных факторов, окружающих и воздействующих на него Субъект процесса может быть счастлив в личной жизни, но терпеть фиаско на производстве, в коллективе Наконец, неотъемлемым и обязательным источником счастья на региональном и отечественном уровне является государство От степени влияния которого на субъект зачастую коренным образом зависят судьба и уровень пребывания последнего в счастливом состоянии Устроители указанного общероссийского гражданского форума заказали Лилада Центру в канун его проведения исследования на тему счастья Личное, гражданское, общечеловеческое Так вот, оказалось, что согласно этому опросу, проведен в октябре прошлого года, счастливыми оказались 77% горожан и 74% представителей сельского населения Лично у меня при виде этих цифр сразу что-то ёкнуло Может, организаторы перепутали нашу страну с какой-либо другой? Или вообще опрашивали каких-то марсиан? Скорее всего, на результаты опроса повлияли заказчики Они то хотели получить для власти явно позитивный результат Вот и заказали нужную музыку Их не смутило даже то, что другая часть полученных показателей этого же исследования явно противоречила в его основному выводу Так, 54% опрошенных сообщили, что страдают от недостатка денег, низких заработков и высоких цен Налицо явная нестыковочка Не может большинство страдать и в то же время быть очень счастливым Насторожили и некоторые другие выводы, к которым пришли участники указанного форума Например, что тренд на экономику счастья пришел в Россию с запада Что счастье становится важнейшим направлением жизни общества Что сегодня Россия с этим трендом выходит в новую эпоху Что ВВП не должен становиться единой оценкой развития страны и тому подобное О качестве форума, о том, в какую сторону клонились паруса этого действия, наглядно говорит состав его участников Вот наиболее заметные имена Гуру форума А. Кудрин, один из главных либерал-экономистов Е. Ясин, Гайдаровца Чубайс, А. Осмолов, К. Собчак и Д.Р. Особенно запомнился многим один из основных разрушителей экономики страна вездесущая Чубайс Выступая на форуме, последняя особа просила обратить внимание на героические успехи, которые совершены десятками и сотнями тысяч российских предпринимателей Он заявил, что российское общество инфантильно, что за 25 лет оно не удосужилось сказать спасибо бизнесу за все, что он сделал в стране А вместо этого обзывает бизнесменов олигархами Такое поведение А. Чубайса вполне логично с учетом практических действий этого субъекта, наделавшего удивительно неподъемную кучу грехов относительно нашей страны И главный из них в том, что, будучи в Ельцинском правительстве вице-премьером, ответственным за госимущество Он возглавил кампанию по разбазариванию самых эффективных предприятий страны Машиностроительных, обрабатывающих, нефтеперерабатывающих, пищевых, кондитерских, сахарных, винноводочных и т.п. Причем раздавало это богатство его команда или вообще бесплатно, за деньги, которые брали взайму у государства А затем их забывали отдать, или за скупленные за копейки ваучеры, фактически награбленные у населения Главное, по Чубайсу, было вырвать у совков народное имущество и передать его в руки частных собственников Которые будут, мол, гораздо более эффективно и разумно управлять этими уже их собственными предприятиями Сегодня наш народ является свидетелем итогов чудовищного мирового эксперимента Который организовала под руководством американских благожелателей Ельцино-Чубайсовская команда разрушителей Это они превратили нашу страну в мирового изгоя и мировую побирушку Поскольку отечественную промышленность и во многом сельское хозяйство они порушили или довели до банкротства В результате чего, не сумев заработать средств для общества, проводят многочисленные экономические форумы На которые приглашают тысячи зарубежных бизнесменов Обращаясь к ним с протянутой рукой и просьбой пожертвовать хотя бы полушку на развитие загубленной ими самой богатой страны мира Казалось бы, по логике Чубайса и ряда обывателей самой счастливой в стране должна быть эта команда олигархов Которая, мол, и спасла страну от развала, да и заработала своим непосильным трудом для себя немалое средство Действительно, только за 2017 и 2018 годы эта группа увеличила свое состояние на 11%, а трое самых активных из них заработали за последний год 840 миллиардов рублей Например, хозяин Лукойла В. Олег Перв только за прошлый год разбогател на 3,5 миллиарда долларов О росте числа сверхбогатеев в РФ говорят и более общие данные Так, если в 2001 году их в стране было всего 8 человек, то в настоящее время таковых насчитывается уже 96, то есть налицо рост в 12 раз А вот и некоторые итоговые сведения на эту тему За 25 лет через офшоры представителями этой группы выведено из страны за рубеж около 4 триллионов долларов И как же исправляет власть эту несправедливость? Да сразу после прихода к правлению Путина последний в 2001 году отменил прогрессивный налог на сверхдоходы Отчего прибыль олигархов поползла вверх еще с большей силой Сегодня на 1% олигархов приходится 75% национального богатства страны А весь слой миллиардеров сосредоточил 90% национальных богатств Его суммарный капитал превышает, по сведениям Г. Зюганова, 1,5 триллиона долларов, или 3 годовых бюджета страны А чтобы по поводу такого бурного прорыва не было особого ажиотажа, пресс-секретарь президента Д. Песков рекомендовал эту тему Просто закрыть В России нет олигархов Расставил он все точки над Ай Заодно показав, кого в первую очередь оберегает наша верховная власть Да, конечно, олигархи в основе своей непомерно богаты Но приносят ли это богатство им счастье? Наслаждаться этим богатством в полной мере им мешают По-моему, по крайней мере два обстоятельства Во-первых, поскольку они все же люди, то, значит, в той или иной мере обладают совестью А она нет-нет да и дает о себе знать Заставляет переоценить свои поступки А то и покаяться Вспомним покаянные письма Березовского в. Путину и желание в конце жизни перебраться в Россию Во-вторых, обладание несметными богатствами за рубежом приносят им скорее непокой и счастье А в большей мере головную боль Уж больно завистливы многие иностранцы Больно пропитаны ядом русофобии Чтобы не упрекнуть А то и просто пытаться приватизировать под разными предлогами хотя бы часть их доходов Полученных, по их мнению, не всегда праведным путем Взять, к примеру, того же Абрамовича Вроде бы и миллионы фунтов стерлингов вложил в британскую экономику И футбольный клуб Челси содержит А у английской власти настолько много к нему вопросов Что даже в одно время ему визу не давали для приезда на Туманный Альбион Так что беглые гусинские, невзлины, бородины, ходорковские и подобные Хоть и окружены охраной, вилами, яхтами А живут в золотой западной клетке под страхом своей экономической смерти А вдруг Запад под маркой санкций захочет экспроприировать их еще-то И вилы, как, к примеру, у того же Дерипаски А наш народ по такому поводу давно и верно подметил Не в деньгах счастье Если главным критерием счастья считать Как принято в современном капиталистическом рае Богатство, то наиболее приближенным к нему в российских условиях Следует считать, конечно, наше чиновничество Разумеется, не все, а ту значительную его часть Которая имеет допуск Точнее, право давать разрешение на получение чего-то Участка земли под строительство Муниципального жилья Открытие бизнеса Помещение под офис Права на закупку импортного оборудования или товара Нужной справки или документа Дальневосточного гектара и так далее и тому подобное Поскольку такое право чиновник получает как бы само собой при поступлении на хлебное место То он зачастую рассматривает это право уже как автоматическую возможность Делать из этого свой придомовый бизнес Безгранично черпая из него свою прибыль Ну как, к примеру, бывший губернатор Сахалинской области Хорошавин Помощники которого по его команде автоматически брали колымца всех бизнесменов Которым губернатор вальяжно давал разрешение на те услуги Которые их фирмы или компании оказывали области Причем мзду брали как в рублях, долларах, евро Так и борзыми щенками, т. б. золотыми ручками Позолоченным оружием, дорогими авто и подобной мелочью К примеру Хорошавина Кстати, в той или иной мере системно следовали и другие высшие представители государства в регионах Н. Белый губернатор Кировской области В. Гейзер губернатор Коми В. Дудка губернатор Тульской области Н. Денин губернатор Брянской области В. Юрченко губернатор Новосибирской области и т.д. Все они, конечно, бывшие, но в их действиях, мягко говоря, удивляют ряд факторов, характерных для российской действительности Во-первых, безграничная алчность, ведь зачастую брали взятки или зарабатывали не миллионы, а миллиарды Во-вторых, абсолютное отсутствие страха перед наказанием Ведь, по признанию судов, например, и Хорошавин, и Гейзер не просто брали, а сколотили вокруг себя организованные группы из своего окружения, что позволило им их сподвижникам зарабатывать халеву в космических масштабах В-третьих, абсолютная обезбоязненность, с которой они почти в открытую годами орудовали под окнами местных многочисленных контролирующих органов ФСБ, полиции, прокуратуры и т.п. И отсюда печальное предположение, они были ли и последние вовлечены в эти схемы? В-четвертых, безнравственность и наглость, с которой действовали преступники Например, Хорошавин за ночь, проведенную с незнакомкой, мог позволить себе расплатиться с недорогущим авто А пойманный недавно другой в оргасе имущества, экс-глава Серпуховского района А. Шестун являлся лично владельцем 67 объектов недвижимости Это 1500 гектаров земли, в районе с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей А еще для уточнения списка самых счастливых чиновников есть смысл привести здесь следующий отклик на упомянутое исследование одного из пользователей интернета Уважаемый Левада-центр Опросили бы вы разгвардию, полицейских, судей, следователей и прокуроров Вы бы получили только положительные ответы, они самые счастливые У них очень высокие зарплаты, у них очень интересная работа Как говорится, не в бровь, а в глаз Ведь как не вспомнить выводы Следственного комитета Согласно которым на первом месте по уровню коррумпированности в 2018 году оказались в стране Полицейские, то есть как раз те, кто и должен защищать население от этой напасти Анализ фактов уровня коррумпированности органов власти и СМИ позволил профессору МГТУ Баумана Леониду Орленко сделать вывод о том, что более половины чиновников страны вовлечены в систему коррупционного управления Ну а что касается чиновничьего счастья, то здесь вспоминается очередная точная народная мудрость Как аукнется, так и откликнется Напомню по этому поводу судьбу вора чиновника А. Кузнецова, бывшего финансового министра Московской области Кончилась для него его афера Украл из бюджета 14 миллиардов рублей Крахом как в личной жизни Жена бросила его и уехала на жительство в США Так и всего его бизнес-плана Активы, счета, квартиры, виллы, автомашины арестованы А сам он депортирован из Франции в РФ и ответит на суде за все свои финансово-воровские махинации Так что есть смысл подумать о таком счастливом конце и другим будущим и настоящим вороватым чинушам Ведь счастье, неправедно добытое за счет других, никогда не принесет вору истинного благополучия Счастье бывает личное, а бывает еще и коллективистское, социальное, общегосударственное Только при единстве мыслей, задач, практических действий государства Которое олицетворяет власть и граждан Возможны реальные успехи, достижения страны и позитивные настроения В какой-то мере понимают эти условия властители российского государства Так, президент В. Путин заявил, например, на совещании с членами правительства 16 января этого года Главная задача повышения уровня жизни людей Разумеется, при реальном исполнении властью подобных обещаний, уверен, и люди были бы счастливы, и страна процветала Только вот, к сожалению, слова и дело власти кардинально расходятся Начну с личного Получил очередные счеты на оплату коммунальных услуг за январь Сравниваю, если за предыдущий декабрь заплатил 3463,44 рубля Это с учетом наличия в семье ряда льгот То в январе за те же услуги ШКУ насчитано уже 3753,56 Т.Е. Прибавка почти 300 рублей Возросла плата за отопление, за содержание и ремонт жилья За капитальный ремонт, за газ и даже за антенну Которая, видимо, за год увеличилась в размерах Возросла оплата также за пользование интернетом Электричество, за содержание городского телефона Международную связь Короче, то, что надбавило мне власть как пенсионеру одной рукой Другой рукой она тут же с гаком забрала за счет повышения оплаты за коммунальные услуги Подсуетился и вездесущий я Чубайс Вот и на последнем Гайдаровском форуме он заявил Что наши жители крайне небережливы Перерасходуют электроэнергию И за это их надо как бы наказать Увеличив цену за потребляемое электричество в двух раза Этот ход конем с заявлением Чубайса Власть придумала не зря От его предложения она подобрать И своей для начала откажется Но зато уже придумала И скоро будет вводить в жизнь Другую удавку социальной нормы На потребление электричества И этот позор будет реализовываться В самой богатой ресурсами стране Это все к тому, что оплата услуг За последние три года И без того фактически удвоилась В моей платежке квартплата за декабрь 2015 года Стояла цифра в 1937,84 Сейчас 3753,56 При том же числе проживающих А ведь с оплатой услуг по прежним тарифам населения И без того не справлялась в силу их неподъемности для части жителей Например, по итогам первого полугодия 2018 года Долги россиян за шку составили более 1 ТРЛН рублей Но сегодня принимается решение Об их дополнительном росте Кстати, это новогоднее повышение цен Только цветочки Поскольку основное До 7% повышение по традиции Ждет население летом в июле Впрочем, оплата коммунальных услуг Лишь только меньшая часть Постоянных расходов населения Большая часть из них Идет на оплату продовольственных И промышленных товаров Так, по сведениям Росстата За первые 10 дней нового года Они подорожали всего на 0,5% Но отклики пользователей интернета Свидетельствуют о том Что такие показатели Мягко говоря Многократно уменьшены Поскольку в среднем по регионам Цены возросли немногие виды продуктов И бензин на 10-15% С этого года Согласно реформе утилизации Твердых бытовых отходов Цены за уборку последних Предполагается поднять в 2-3 раза Как следствие Согласно исследованиям Холдинга Ромир Россияне планируют Значительно снизить расходы На одежду, медицину, отдых, покупку смартфонов Третий год сокращается продажа Населению бытовой техники Холодильников Телевизоров И тому подобное Эту тенденцию подтверждает И директор в ЦИОМ В. Федоров Заявивший Что доходы населения За последние 2-3 года не растут Но если доходы не растут А цены систематически возрастают То понятна и возрастающая тенденция Обнищания населения Увеличение числа бедных Их сегодня и без того уже 22 миллиона А отсюда и уменьшение в стране Числа не только счастливых людей Но и хотя бы просто частично Осчастливленных Конечно, в этих условиях Чиновничество не дремлет А постоянно изыскивает резервы Как справиться Например, с бедными И вот руководитель Сбербанка Банк вроде бы под контролем государства Г. Греф предложил радикальную идею Всем пенсионерам перестать постепенно Выплачивать пенсию Но зато перевести их на содержание За счет государства в дома престарелых А был ли, интересно, господин Греф В подобном доме на госодержании Который нередко похож на психбольницы Или даже на мини-концелагеря Где от неубранности Нечистот даже дышать порой невозможно В своем же хозяйстве Греф уже начал борьбу С излишествами Сократив по стране одним махом 15 тысяч сберказ Создав тем самым очереди Невозможность своевременно Оплатит населением услуги Более точным показателем состояния Осчастливливания населения Является соотношение уровней Рождаемости и смертности Так, согласно заявлению Вице-премьера Т. Голиковой За 11 месяцев прошедшего года Смертность в стране превысила Рождаемость на 193 тысячи И эта тенденция наблюдает Сауде третий год А ведь из-за преждевременной смертности Работников экономика страны Ежегодно теряет около 12% Или 12 триллионов рублей Это означает только одно страна Ее граждане беднеют И все больше теряют чувство счастливости Как следствие ухудшения Социально-экономического положения населения У последнего растут Недовольство властью и ностальгия По более справедливому Социалистическому общественному строю В центре внимания которого Была забота о человеке Вспомним хотя бы ежегодно И с 1 апреля Снижение цен на продукты Первой необходимости Осуществляемые Сталиным Так, даже по результату Умвишу упомянутого Исследования Левада Центра 53% россиян Выступают за отставку правительства В целом сегодня уже 2-3 жителей РФ 66% Сожалеют о распаде СССР Что означает только одно Эти люди были гораздо более счастливы В то гуманное советское время Таким образом Немнимая, непоказушная А истинная Результативная забота О социально-экономическом положении Граждан в обществе Является одним из основных источников Счастливого самочувствия граждан А значит И их эффективной отдачи В развитии семейных И социально-государственных Устоев в обществе Поскольку результаты В этом сегменте В целом отрицательные То, значит И уровень счастья Счастливостью россиян Находится явно на низком уровне И, более того Находится в стадии Явного сокращения Словом Истинных достижений в стране Руководимой последние Почти 30 лет Либерал-капиталистами В действительности Фактически нет А ведь так хочется Быть впереди планеты Всей Докладывать об успехах И особенно о счастливом экстазе В котором якобы Дружно пребывает Все российское население Вот и нашли выход От ушлые гощиновники Они стали предлагать Изменить критерии Измерения уровня Счастливливания в стране С целью подготовки Таких новых критериев И был задуман И проведен Под руководством А. Кудрина Указанный выше Общероссийский гражданский форум В прошедшем декабре Задумка властей Четко выявилась Уже в названии Центральной темы Обсуждаемой на форуме Уровень счастья И инструменты Увеличения вклада Государства Бизнеса Некоммерческих организаций Неравнодушных граждан В его рост То есть Главная цель Данного форума Выявить инструменты Наличия Развития Роста Не самого счастья А лишь его уровня Это приверженность Организаторов Лишь к совершенствованию Методов измерения счастья А нереальному Его созиданию Четко просматривалось И в подтемах Дискуссии На отдельных Его площадках Вот К примеру Тема одной из них Управление Личным счастьем Как новая базовая Компетенция То есть Для организаторов Было важно Вести разговор И выработать Критерии Не достижения Личного счастья А лишь методов Управления им Вот тема Другой дискуссии Компетенция Для построения Близких отношений Как прямой путь К счастью Опять же Организаторы Вновь уповают На поиск инструментария В построении Близких отношений А не на качество Сущность Базовую основу Таких отношений Еще одна тематика Дискуссии Неопределенность Как новая форма И источник счастья Вновь перед нами Чистая либеральная уловка Мол Непорядок Системность А неопределенность Хаос Беспечность Являются новой формой И источником счастья На форуме Который был организован А Кудриным Сам он По сути Приоткрыл занавес Над замыслом власти Поскольку реально Несмотря на все призывы Указы В. Путина Экономика страны Фактически топчется На месте Годовой рост ВВП В среднем 1,5% И никаких перспектив На прорыв Не наблюдается Эту неприятность Правящая верхушка Хочет закамуфлировать Словесной шелухой Разговорами о счастье Но поскольку Реальные индикаторы Этого явления Отражают Преимущественно Негативные тенденции Жизнедеятельности Трудящихся То власть Решила не исправлять Сами эти тенденции А подправить Общепризнанные Показатели Наличия счастья И один из главных Это уровень ВВП Вот Кудрин и заявил На форуме Что Мол ВВП не может Сегодня быть Определяющим В индикаторах Характеризующих Степень наличия Счастья у граждан И надо искать Ему альтернативу Думаю Что теперь Эта версия Пойдет не просто Гулять по миру А станет Определяющей В практическом Подходе К измерению Уровня Счастья В российской Действительности А по мне Так Прежде чем Искать Пути измерения Счастья Населения Нашей страны Надо на отлично Поучиться У тех Кто добился Внушительных Успехов В реальном Достижении Этого свойства Причем Не для избранных А для всего Без исключения Населения Например В тех же УАЭ Где с помощью Министерства Счастья Достигнуты Уже следующие Реальные успехи Для каждого Любое образование В том числе В УЗИ Здесь бесплатная Минимальная зарплата В стране 4 тысячи долларов А сразу после Университета 10 тысяч долларов При выходе На пенсию Зарплата 100 тысяч долларов А пенсия 80% От нее Право на пенсию После 25 лет Трудового стажа Эта информация Специально для тех Кто поднял У нас сроки Выхода на пенсию Любое лечение Любая операция В том числе За рубежом За счет государства По наступлению 21 года Арабы Мужчине Выделяют землю И дают деньги На постройку дома Плата за землю Воду И электричество Эта информация Для Чубайса Отсутствует При заключении Брака Выплачивается Безвозмездно 119 тысяч долларов А также Предоставляется Дом под Беспроцентную Сюду И т.п. Дальше Подобное Продолжать Не буду От внутреннего Плача Но вопросы Президенту Премьер-министру Всей власти Хочется Все же задать А вам Господа Не стыдно За свои достижения Когда же Вы научитесь Работать так Чтобы каждый Россиянин Был счастлив Не на бумаге А в реальной жизни И в нашей самой большой И самой богатой В мире Стране Социально-экономические Успехи Были хоть на йоту Сравнимы С успехами ООА И одном из самых Маленьких На земле Государств Вячеслав Бавкун